Женечка, у меня есть к тебе предложение самое неожиданное. Правда? Ну не пугай. Жень. Что? Давай встречать Новый год вместе. Конечно вместе, господи. В этом году очень популярным будет украшать ёлку в восточном стиле. Для этого стиля очень характерны золотой цвет и красный. Поэтому мы сейчас приступим к украшению нашей ёлочки. Начинаем мы украшение нашей ёлочки с гирлянды, чтобы потом было проще по композиции узнать, куда нам повешать ёлочные игрушки и остальные. Игрушки я буду выбирать в стиле этого года восточном. То есть это золотые, красные, оранжевые. В этом году, год дракона, он связан с карнавалом. И всё самое пёстрое, яркое, экзотичное можно цеплять на вашу ёлочку. То есть сейчас мы вешаем не шарик, а как вы видите, таких снеговичков. Книзу вешаем более крупные игрушечки, а кверху помельче. Если вы хотите выделить какую-то игрушку, можно использовать всякие бантики, бусинки. Допустим, если хотите, чтобы кратко, то есть белый заиграл более ярко, можно его подчеркнуть красным бантиком. То есть оно более празднично получается. Ну и плюс, учитывая то, что ёлка зелёная, то красный, естественно, будет выделяться на её фоне, потому что это контрастная цвета. Ёлку можно украшать в абсолютно любом стиле, можно в ретро-стиле. Выбрать стиль, то есть всё из старого сундучка, бабушкин игрушки. Они очень вот, допустим, у меня есть такие игрушки, которые, это ещё как бы не нашего времени, старые игрушки, которые тут вот даже обклеены. Очень модная сейчас тенденция хендмейда. То есть все украшения, которые сделаны своими руками. То есть вот эко-дизайн тоже очень модный. Это всё, что делается из природных материалов. То есть вот, допустим, да, снеговичок, тут вот веточки есть. Но эко-дизайн, он подразумевает, что полностью объект сделан из природных объектов. То есть там могут быть шишки, там веточки всякие, ягодки сушёные. Елку можно украшать в абсолютно любой цветовой гамме, нет никаких особых правил. То есть есть просто модные тенденции, что там в этом году модно одно, в следующем году модно другое. Самое модное украшение ёлок – это то, что сделано от души, с любовью, то, что вы считаете нужным и то, что вы хотите видеть. Ограничений к цвете нету, как в общем-то и в одежде, вообще во всём. Калитра очень широкая. Если раньше это было, допустим, несколько цветов, тогда только красные шарики. Вообще яблоко не одно время украшали, только конфетами. То есть сейчас, допустим, в магазине игрушек ёлочных просто глаза разбегаются, что выбрать. Когда в компании украшаешь ёлку, там, любимых людей или просто близких друзей, это обмен новыми идеями, потому что один придумал что-то сделать своё, второй подсказал, подхватил идею, и оно уже пошло-поехало, и выливается на что-то очень интересное. Дай мне, пожалуйста, макушечку. Он вращается. Кто вращается? Макушечку дай мне, пожалуйста, ресторан вращается. А, ну если ты хочешь вращаться, тогда, конечно, вращайся. Это тенденция запада, бантики, ленточки. С другой стороны, у нас уже столько всяких традиций вошло в наш обиход, что уже путаешься, где наши, где не наши. Последний завершающий слой, это всегда общепринятый дождик. Раньше был дождик, сейчас появилась возможность, можно лентами украшать. Ну, то есть у нас ёлочка такая больше, тут много текстильных всяких штучек, да, поэтому на завершение, то есть я подумала, что будет лучше, если украсть её лентой. У меня, допустим, специальная новогодняя лента, но можно также купить в обычном тканевом магазине, это сейчас, ну, относительно недорого стоит. Можно сделать альтернативу ёлке, либо дополнение ёлки, как украшение вашей квартиры, что-то из эко-материалов. Сейчас у нас такая тёплая зима выдалась, поэтому сохранились ещё вот веточки. Я нашла шиповник. Можно любую другую веточку, можно её покрасить в белый цвет. Если есть у вас старый аквариум, либо какая-то посудина стеклянная, можно поместить туда эти веточки, вот как я сделала. Допустим, тут яркие ягодки остались. Вообще, если просто веточки, то их можно продекорировать либо бантиками, либо те же иллюминации, обнадать веточки, будет очень красиво смотреться. А кого мы ещё позовём? В том-то виситоку, что никого, понимаешь? Никого. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ